Я понятия не имела, что сделает со мной рождение ребенка. Думала, все будет легко и естественно. Но никто не может предсказать, как все будет. Мои первые роды не были такими уж страшными, но длились долго. Вскоре после этого мы переехали в другой город, чтобы жить ближе к его семье. Я уехала от всех своих друзей и чувствовала себя одинокой, мне было грустно, но я считала, что все идет хорошо. Когда сыну было полтора месяца, муж заговорил о сексе. Я была еще не готова морально, но он так этого хотел, что я уступила. Сильно нервничала, переживала, так что первый раз был болезненным. Он очень расстроился, что сделал мне больно. Мы попробовали еще пару раз, а потом я пошла к врачу, который сказал, что все в порядке. Он сказал, что боль может быть вызвана свежими швами, но скоро все пройдет. Шло время, боль не проходила, я искала все новые способы увильнуть от секса, ложилась спать рано, уходила из дома, занималась уборкой или ребенком. Было ужасно. Я любила мужа, хотела быть хорошей женой, но постоянная боль и его напористость мешали мне чувствовать себя нормально. Я расстраивалась, что брак катится к чертям, переживала за сына, что он будет расти с разведенными родителями, боялась, что муж меня бросит. Я была совершенно раздавлена и находилась в постоянной борьбе с собой. Муж старался быть терпеливым, но в какой-то момент мы почти перестали разговаривать. Я чувствовала вину за это и за то, что постоянно порчу ему настроение. Стала очень обидчива и закрылась в своей раковине. Мне было все хуже и хуже, начались панические атаки. Когда сыну исполнилось три года, я пошла к врачу и разрыдалась прямо в кабинете. Я говорила, что не знаю, кто я, что я не справилась, как мать. Мне выписали антидепрессанты, направили к психотерапевту, отдельно и с мужем. И мы поняли, что дело было в сильной послеродовой депрессии с физическими последствиями, связанными с неприятием секса. Часть терапии была посвящена тому, чтобы дать мне понять, муж не просто хочет секса со мной, ему не хватает нашей привычной близости. И мы решили проводить ночи свиданий, без секса, просто время вдвоем. Разговаривать, смеяться, чувствовать себя собой и не давить друг на друга. Год спустя я поняла, что уже во многом чувствую себя так, как раньше. Мы с мужем часто обсуждали ситуацию, доза антидепрессантов была снижена, мы готовились завести второго ребенка. Сексуальная жизнь расцвела. Мозг и физическое здоровье тесно взаимосвязаны, неприятные обстоятельства могут влиять на состояние организма так, что бывает сложно докопаться до истинной причины. После вторых родов мы оба боялись первого секса. Но все прошло отлично. И секс стал лучше, чем раньше, даже до первого ребенка, когда у нас было больше времени и сил. Он опять стал одним из важных компонентов наших отношений. И это прекрасно.